И всех с Новым Годом! Наконец-то наступил 23 год и... Я искренне надеюсь, что он будет хорошим у всех, потому что после 22 года нервных клеток у меня просто не осталось. Максимум где-то одна там бегает по организму. Но мы наконец-то можем выдохнуть. Наступило 1 января, а это значит, что все подарки подарены, родственники получили внимание и вся еда уже наготовлена, поэтому самое лучшее, что мы можем сделать, это открыть холодильник, достать вчерашнюю оливьешку и пойти смотреть какой-то фильм. Я очень люблю 1 января. Уже вся нервотрепка понравится, подарок не понравится закончилась. Все счастливы, все получили свои подарки. Можно посидеть, поразглядывать свои подарки и поставить что-то на фон. Но я помимо фильмов, конечно же, буду сегодня читать, потому что я накупила себе очень много книг за один день. Я их, к сожалению, не осилю. Но я возьму, наверное, отпуск где-то до 5 января и буду сидеть читать книги. Самое классное 1 января, что первый день года пора строить планы. Я всегда строю планы и, честно говоря, не надо было так поступать с 22 годом. Но на этот год я попробую построить самые небольшие планы, просто чтобы понимать, куда мне стремиться, куда идти. Я очень сильно хочу попробовать пройти какие-нибудь курсы ораторского искусства, потому что я считаю, что моя речь недостаточно хороша, чтобы снимать видеоблоги. Поэтому я хочу совершенствоваться. В 2023 году я хочу наконец-то купить себе хорошую камеру, потому что в 2022 году я купила себе камеру для Ютуба, и она оказалась такой же классной, как и 22 год. Поэтому сейчас я сижу и снимаю на телефон. В не самом лучшем освещении. Я прошу прощения, но я это освещение настраивала час, и оно не идеальное. Или мне светит в глаза, и мне кажется, что картинка очень темная, или она правда очень темная. Поэтому я хочу заработать на хорошую технику. Я, конечно, хочу, чтобы качество моих видео повышалось, вам было интересно их смотреть, чтобы была красивая картинка. Поэтому у меня, конечно, в планах стоит и накопить на хорошую технику, купить хорошее освещение, прочитать книги, по тому, как снимать видео, как выстраивать ракурс. Но скажу честно, еще моему каналу где-то 8 месяцев, и еще, наверное, месяца 2 назад я бы сказала, что я желаю себе в 2023 году большое количество подписчиков, но оказалось так, что я выпустила видео, которое мое любимое сейчас на канале, потому что это приятные воспоминания о том, как к нам приехал друг. Плюс мне очень нравятся, какие кадры я подбирала, как я все это монтировала. И вот я всегда недовольна своими видео, абсолютно всегда недовольна, но этим видео я довольна чуть больше, чем остальными. Это видео залетело на большое количество просмотров, и его посмотрело 28 тысяч человек, и на канал пришли люди, не все. Я видела, что пришли очень позитивные люди, я безумно рада, я надеюсь, что вам нравится на моем канале, я безумно рада, что вы также смогли найти мой канал, и теперь у вас есть еще дополнительное место, где вы отдыхаете. Но вот я свой канал и строю по такому примеру, что я хочу, чтобы люди отдыхали на моем канале, чтобы мы заряжались позитивом, чтобы в комментариях царила дружба, мир, дружба, жвачка. Для меня это очень важно, и поэтому с того видео мне пришлось 3 ночи сидеть и удалять комментарии. Было очень много хейта, люди начали оскорблять все видео, стали оскорблять страну. Поэтому я не хочу такое на своем канале, я хочу, чтобы люди посмотрели мои видео, зарядились позитивом, зашли в комментарии, и еще ударная доза позитива вылилась на них, потому что негатива у нас и так много, и я стремлюсь, мне главное, чтобы и мне, и вам было комфортно на моем канале, и когда это видео получило 28 тысяч просмотров, к сожалению, одно из моих самых любимых видео стало неуютным, потому что пришли люди, не все, очень многие пришли на мой канал благодаря этому видео, они остались, они писали положительные комментарии, вот это мой канал, мой канал про это, про то, что мы все должны здесь получать позитив, негатива его миллион, хотите негатив, пожалуйста, есть новости, и под новостями, кстати, тоже можно писать комментарии, зачем делать это на канале, где мы обсуждаем книги, мы обсуждаем горячий чай, разные рецепты, вообще домашний уют, и страну, в которой живу я, да, я показываю хорошие страны, где я живу, я хочу показывать хорошие страны, где я живу, я не хочу показывать негатив, и мне пришлось три ночи удалять комментарии, чтобы сейчас под это видео, если люди заходили, они получали позитив в видео и в комментариях, я блокировала людей, и я не могу сейчас в планах на 23 год, я не могу сказать, что я хочу быстрое развитие канала, что я мечтаю получить 100 тысяч подписчиков, нет, я мечтаю, чтобы мои подписчики, которые сейчас уже есть, будущие подписчики, получали большое количество позитива и уюта на моем канале, чтобы нам было всем уютно здесь находиться, и когда у кого-то плохое настроение, или какие-то проблемы, чтобы можно было зайти на мой канал, и немножко от этого всего отвлечься, поэтому это главная задача у меня на 23 год, немного подписчиков, пусть у меня будет 1000 подписчиков, пусть у меня будет 500 подписчиков, но мы все будем дружелюбны, мы будем поддерживать друг друга, а что может быть важнее уюта и поддержки? А, Вась, у нее кроватка наверху, поэтому она на меня сейчас смотрит сверху вниз, это самое главное, как по мне, а еще, вот я тут говорю, что я хочу накопить на технику, что я хочу всю свою зарплату потратить на YouTube, чтобы видео были более качественные, более классные, на что я потратила свою первую зарплату, потому что я недавно устроилась на работу, вы могли заметить, что видео 8 дней не выходило, это потому что я очень много работала, но сейчас я буду совмещать уже YouTube и работу, сейчас мне намного легче, это было первые две недели, это было обучение, поэтому это долго. Да, 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 я хочу тратить всю свою зарплату на технику, хочу повышать уровень съемки видео, чтобы контент становился более качественным, но на свою первую зарплату я спустила на книги, ну, а как по-другому? Я люблю книги, я не могла удержаться, но вот эту книгу я мечтала себе купить, это книга единорогов, в общем, кто не знает, по знаку зодиака я козерог, и где-то очень-очень давно я услышала, что единороги это козероги с одним рогом, а мне до этого очень нравились единороги, а теперь мне еще больше нравятся единороги, поэтому я купила себе книгу единорогов, она такая красивая, она мне безумно нравится, я ее когда только увидела, я ее сфотографировала и отправила своему мужу со словами, может быть, ты мне когда-нибудь подаришь, она мне так понравилась, в итоге я узнала, что он не собирается мне ее дарить на Новый год, и решила, что с первой зарплаты я сделаю себе подарок на Новый год и на день рождения. Люди, которые родились около Нового года, понимают эту фразу. Да ладно, я себе на день рождения еще какую-нибудь книгу куплю, но вот это пока что, это мой подарок себе. И ох, какой кайф, здесь история единорогов, как они в первый раз были замечены в искусстве, как их изображали, ну, есть такие еще, как сделать прическу, как у единорога, или макияж, но это мне не прямо интересно, мне интересно именно почитать про историю единорогов, когда первый раз упоминалось о них в истории, вот это мне очень интересно, и плюс здесь такие красивые иллюстрации, что эта книжка отправляется на полку в то место, где у меня стоят самые красивые мои книги. Из покупок, пока что из покупок, я купила себе Карен Уайт «Духи Рождества» на Трэд Стрит, мне стало интересно почитать, она появилась в магазине, вот буквально как новинка, эта книга, о том, как девушка видит призрака, вот, и они вот на Рождество начинают ее доставать, очень утрированно объяснила, мне очень тяжело объяснять книги, которые я никогда не читала, вот она у меня куплена, мне как бы вроде и хотелось бы снимать видео о моей книжной покупке, но мне тяжело, вот когда я книгу прочитала, я прочувствовала эмоции, я действительно поняла, о чем она, да, я могу о ней рассказать, а когда я только купила книгу и фактически просто прочитала ее описание, некоторые, может быть, рецензии, хотя я их редко читаю, очень бою спойлеров, и некоторые цитаты, самые популярные, которые не спойлерные, а просто вот, чтобы понять всю тематику книги, я читаю, ну, сложно рассказать про книгу, когда знаешь буквально просто о чем, и опять же, я говорю, что просто прочитать вам, сейчас сесть вот тут вот, мне поставить компьютер и прочитать, о чем эта книга, это тоже не очень, как по мне, ну, про мару-марах я рассказывала, вот с ней я проведу сегодня, 1 января, вот с этой книгой я планирую провести, очень хочется начать читать, и я думаю, что эту книгу, ну, у меня в среднем, если книга где-то на, а, она на 300 страниц, ну, 300 страниц, это мне на дня 2, если она мне очень сильно понравится, то это 1 день, если она окажется прям очень классной, то я поеду, куплю, наверное, вторую часть, потому что, если мне нравится какой-то книжный цикл, то тогда пусть он уже весь будет стоять у меня на полке, сегодня 1 января утро, я снимаю напротив окна, где свет, где свет, это у меня еще лампы горят, вообще освещения нет, я думаю, вот, поставлю напротив окна, буду снимать, будет классное освещение, ага, и давайте немного о книгах, которых я именно уже прочитала, закончила читать, одна книга попадает в лучшие книги года уже, вторая книга попадает в книги, ну, если это будут худшие книги года, то это будет прекрасно, на эту книгу, которую я хочу назвать худшей книгой года, на нее рецензии на Литресе только положительные, всем безумно понравилась эта книга, почему она мне не понравилась, я вам расскажу попозже, это уже будет в прочитанных января, я расскажу, почему она мне так не понравилась, что с этой книгой не так, потому что сейчас будет очень долго это объяснять, и видео скорее больше несет, вот это видео несет себе не рассказать про книги, а вот поделиться, что я советую вам сегодня, 1 января, прочитать, и я беру читалку, потому что книги у меня нет, я просто сюда добавлю фотографию, у меня нет книги, Я читала её в электронном виде. Книга называется «Рождество и Красный кардинал». Я не знаю, почему я не хотела читать эту книгу. Она очень популярна на книжном ютубе, и её, в принципе, многие о ней говорили. И я как-то прочитала описание, помню, и как-то, ну... Я подумала, да не особо интересная книга, не знаю, стоит на неё тратить своё время. Ну, я думала, что почитать, что почитать, и мне очередной раз выползла эта книга. Я думаю, ладно, но она популярна, надо с ней ознакомиться. Я ошибалась. Это потрясающая книга! Книга повествует о пожилом мужчине, который живёт в Чикаго, по-моему. И ему нужно пройти обязательный ежегодный осмотр у врачей, где он узнаёт, что его лёгкие находятся не в самом лучшем состоянии, что ему нужно срочно поменять климат. Вот он переезжает в Солнечный штат, его жизнь просто меняется. Вместо того, чтобы постоянно пить пиво, курить и залипать из телевизора, он начинает рисовать. И он понимает, что рисование куда сильнее успокаивает от проблем. В общем, эта книга 10 из 10, как я люблю говорить. Если мне очень нравится книга, я говорю, книга 10 из 10. Как автор смог прописать людей разных совершенно по характеру, но абсолютно ко всем людям привязать читателя. Это просто мастерски написанная книга. Какое там классное чувство юмора. Чтобы вы понимали, автор соединяет грустные моменты с классным чувством юмора. И в итоге я сидела со слезами на глазах, я плакала от грусти, но при этом сквозь слезы я смеялась, потому что там было это и так смешно. Я вообще в восторге от этой книги. И когда закончила ее читать, я тебе сказала, все, отныне я читаю все абсолютно книги. Потому что книга, которая мне понравилась по описанию, я ее прочитала, и она мне не понравилась. А книга, которая мне не нравилась по описанию, мягко говоря, мне очень сильно понравилась. Чувствую, я поеду за этой книгой, чтобы она стояла у меня на полке. И каждой зимой я, скорее всего, буду ее перечитывать, потому что это все равно очень светло. Очень классная история. Местами очень грустная, прям на слезы пробивает. Местами ты просто смеешься в голос. Я вообще вот человек, который написал эту книгу, мастер. Он сделал это невероятно классно. Поэтому эту книгу я советую прочитать всем абсолютно. Про вторую книгу давайте я посоветую вам ее прочитать. Но читайте ее только если вам примерно от 12 до 17 лет. Потому что я взялась за нее, и, скорее всего, я уже просто старая для нее. Мне уже эта книга не подходит. Книга называется «Я уеду жить в свитер». И, возможно, больше из-за чего мне не понравилась эта книга, только потому что она не подходит мне уже по возрасту. Текст для меня слишком примитивный, он слишком простой. Он слишком не литературный, он более современный. А я люблю литературные слова в книгах. И прям о минусах-минусах этой книги я не хочу сейчас заострять внимание. Это мы все с вами обсудим в конце января, когда я буду снимать уже прочитанное. Я пройдусь полностью по книге и объясню, почему она мне так сильно не понравилась. Поэтому сейчас просто я могу ее посоветовать. Это, правда, неплохая книга о предательстве, о любви, о дружбе, как не нужно судить людей с первого взгляда, как надо присматриваться к людьми и анализировать их поступки. Это неплохая, правда, книга, но строгие возрастные ограничения у нее все-таки есть. Вот 12-17. Дальше эта книга вам не понравится, скорее всего. Ну, я на 90% уверена, что если вы старше, эта книга вам не понравится. Вот. Это, в принципе, все про книги. Но также у меня главной целью для книг на 23-й год стоит это, наконец-то, вести читательский дневник. Я очень часто заводила читательский дневник и его не вела. Когда я в этом году читала книги, я в телефоне у себя вела такой мини-читательский дневник в заметках, но это неудобно, если я снимаю видео, хочу поподробнее рассказать. Я забываю некоторые моменты или некоторые цитаты. Если, конечно, у меня есть книга физическая в руках, мне очень легко взять и просто прочитать какой-то отрывок, с которым я хотела бы поделиться. Но когда книгу я читаю в онлайне, то мне уже не достать и не прочитать. Поэтому я хочу вести читательский дневник. Сейчас мне кажется, что я взяла очень тонкую тетрадь. Возможно, я ее поменяю. Или я буду ее вести и потом просто возьму еще одну. Я себе уже примерно разметила, в каком виде я хочу видеть читательский дневник. Если я хочу воплотить это в жизнь, то мне нужна тетрадь побольше. Однозначно. Если вам это будет интересно, то я, конечно же, сниму видео. Мужчина выбегает на улицу. Ну и, конечно, я считаю, что 1 января нужно проводить с большим количеством сладкого. У меня тут очень много сладкого. С каким-нибудь горячим чаем и на диванчике. Знаете, валяться в пижаме, под теплым одеялом, смотреть какие-то рождественские фильмы. Лично у меня, конечно же, начинается марафон Гарри Поттера. Потому что я всегда его смотрела 1 января, рассматривая подарки. Мне всегда делали подарки, которые касаются какого-то волшебства, Гарри Поттера. Для меня это какая-то неизменная традиция. Горячий чай. Поэтому ловите рецепт вкусного новогоднего чая, который делается с мандаринами. Представляете? А все, что вам понадобится для чая, это мандарины. Я надеюсь, они у вас остались с новогоднего стола. Скажу вам сразу. Вкуснее будет, если их порезать и положить. Потому что я попробовала первый раз порезать, и это был прекраснейший чай. А в этот раз я попробовала сделать такую кашицу. Думаю, что, возможно, это будет вкуснее. Но, как оказалось, нет. Поэтому лучше порезать мандарины. Добавить немножко мяты. И ваш любимый черный чай. Поверьте, это сочетание невероятно вкусное. И я заливала не кипятком. Я заливала примерно 80-85 градусов. Может казаться, что немножко странное сочетание мяты и черного чая. Но это надо попробовать. Потому что это очень вкусно. На самом деле, у меня столько планов на 1 января, что, мне кажется, мое 1 января должно длиться неделю. Потому что я еще в подарок получила очень классную вещь. И мне, конечно же, очень сильно бы хотелось ее открыть и уже сегодня пособирать. Но как можно вообще найти время и почитать сегодня, и посмотреть фильмы? Ну, на еду я всегда время найду. Но также я хочу вместе с вами открыть подарок. Смотрите. Это пазл! Да, я очень сильно люблю пазлы. В одном из видео про дачу говорилось, что вот мы любим на даче сидеть по вечерам, летом и собирать пазл. И мне подарили пазл! А он такой классный! Посмотрите! Это я с утра! Это я! В общем, я безумно довольна этим пазлом. Но если быть честным, мы его подарили не мне, а моему мужу. Но мой муж не любит пазлы. А я безумно люблю пазлы. Я его открываю вместе с вами. Я его еще не открывала. В общем, да, я на самом деле хочу потратить 1 января, чтобы пособирать пазл. Ну, просто дело в том, что муж подарил мне лего! И я его тоже хочу собрать сегодня! А еще вот мне подарили пледик еще. Ну, я знаю, что вы хотите увидеть пледик! Он с пингвинами! Вот! Вот это подарили мне! Посмотрите! Здесь пингвины! Я обожаю пингвинов! Я люблю всех животных! Просто пингвины такие милые! И этот пледик мне очень сильно подходит! Прям вот это я! Это про меня! И мой любимый муж! Самый прекрасный на свете человек! Я ее вскрыла, поэтому она такая некрасивая! Он подарил мне лего Гарри Поттера! И не просто лего! А урок травоведения, по-моему, называется этот урок! Именно этот урок я хотела! Потому что в игрушечных очень легко найти защиту от темных сил, зелье варенья, по-моему, гадания! А этого нигде не было! Его нигде не продают! И он самый дорогой из всех этих... Это как бы лего-книга! Мой муж меня настолько хорошо знает! Да, это книга! И ты открываешь эту книгу, и там определенный урок! Ну да, я хочу себе все! Но первое, я хотела именно этот урок! Я о нем мечтала! Мой муж знает, как я о нем мечтала! Я просто бежала, когда открывала этот подарок! Я засняла этот... Ты красивая! Это не книга! Почему это не книга? Ну, потому что с книгой Кабелла вышла! Если я получу четвертый пазл за Рождество и Новый год, я рехнусь! В Таланте ты же любишь пазлы! Я люблю пазлы, но не когда мне... Ладно, ну, закрывай глаза тогда, давай распаковывай! Хоть бы не пазл, хоть бы не пазл, хоть бы не пазл! Этот пазл тебе должен понравиться, я уверен! Это пазл? Ну, тихо-тихо, глаза такой! Да, мне закрыто! Так, сейчас ты, подожди, переверни! Так? Да! Все, давай! Ееееее! Дракон! 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 Дракоша! Ну, ты покажи, люди не знают, что там! Это настольная игра! Дракон! Мы сегодня в ней сыграем! Да, да, да! Да! Ах, я так люблю дракона! Ты реально думала, что это пазл? Да, сначала! Это просто такой, этот пазл тебе понравится! Я специально, я специально! Это, ааа, больше, это настольная... Ааа! Блин! Это настольная игра, иди, драконы, драконы! Не знаю... Надо будет разбираться... Короче, эту игру я заметила один раз в магазине, и сказала, что как-нибудь надо будет ее купить, нам с Кольц объяснили правила, в чем смысл игры, и я такая, блин, классная настольная игра! Я даже этого с Кольц не помню! А почему ты мне тогда ее купил? Нет, потому что правила именно... А, правила! Про игру я помню, я именно правила не помню, как мы объясняли. И я все как-то хотела купить, но все откладывала на потом! А у нее какие-то премии даже, в этой игре какие-то премии есть. Ух ты! Это, подожди, awards, критик. О, не дракон, не дракон! Вау! Я стану матерью драконов! Это яйца! Тут еще яйца! А, на обратной стороне дракошка разупляется. А, да! Это типа надо вынашивать... А это пустые! Смотри, могут быть пустые! Видишь? Переверни! Да, вижу, вижу. Не везде драконы! Это условно повезло, не повезло, дракончик вылупился! Да, получается! А вот сюда склад... О, посмотрите на эти жет... Один жетон! Один! И все! Ну, значит, он для чего это новин? И карточки еще какие-то! Ну, это не мягкие, да, это такие типа как... Они, короче, твердые и звонкие! Из очень спрессованного картона! Да! Цель игры исследуйте остров, на котором обитают драконы, и постарайтесь найти как можно больше малышей драконов, путешествуя по разному ландшафту! И не факт, да, что у тебя... Блин, классно! Путешествие в поисках дракона! Это обидительная игра! Идиот! Да, сейчас 31-ое вечер, мы захотели сейчас закрепить подарки, чтобы в 12 часов ночи не отвлекаться... Да, у нас очень странная семейная игра, поэтому не обращайте на это внимания, но мы еще поедем им подарки покупать! Как думаешь, что это? Могу потрясти? Да! Книга? А какая? Не знаю, вообще без понятия! Нет вообще ни одной идеи, потому что я сам, когда захожу в книжные, я такой... Блин, что-то хочется взять, а вот не знаю, что вообще... Ну ладно! Так, я могу это сорвать? Да-да-да-да! Так, все? Открывай! Это оригинал? Да! Ты же хотел! Да-да-да! Я хочу, наконец, подтянуть... Спасибо, Лубичка! Я хочу, наконец, подтянуть... Английский! И я хотел какую-то интересную книгу найти, и я как раз собираюсь Гарри Поттера читать, и чисто в теории я могу прочесть на русском философский камень, и потом на английском. Сразу начинай на английском, здесь очень легкий уровень. Я так посмотрела, и здесь все очень понятно. А это как оригинал получается, да? Угу. Как Джон Роль. Да-да-да. Смотри, тут карта, да. Вау! Блин, прикольно! Классно. Хогурт Сколл... Ой, черт. Дожди, а как это... Ладно, это я потом спрошу, то сейчас очень долго хронометраж будет идти. Блин, все же классно. Сейчас, покажем карту? А, да. Там какая-то карта, но я не совсем понимаю, как ли ориентироваться. Микенький уснул. Ну вот, смотри, это Хогвартс. Да. Вот дом Хагрида, Зачарованный лес. А, это план Хогвартса, все, понял, да. Ну не Хогвартса, а местности, где находится Хогвартса. Там больше лес и дорога внизу, меня немножко запутало. Ну а как они добирались до Хогвартса? Ну да. Я просто подумал, там упадут. У тебя так смотреть? О, да, смотри, очень простой язык. Привет, Драйв. Спасибо. На самом деле, это видео какая-то сборная солянка всего, по-моему, получилось, я не знаю. Напишите, вам вообще нравятся такие видео, или вам хотелось более структурированных видео. У меня вообще нету ни одного видео, которое бы я снимала по сценарию. Просто это видео, это не то, что не по сценарию, здесь просто сборная солянка. Я намешала здесь все. Покупки книжные, что я уже прочитала из книг. Это я типа все как совет вам, что почитать на 1 января. Какие-то подарки показала, рецепт чая показала. В общем, сборная солянка 1 января. А по-моему, сегодня... Ну да, считается, что 1 января у всех в голове каша. Вот у меня сегодня каша в голове, я вот вылила это все в видео. Мне кажется, я вас даже больше запутала, чем объяснила, как я проведу 1 января. В общем, на этом я, пожалуй, закончу свое видео, пока я еще больше вас не запутала. Огромное спасибо вам за просмотр. Я желаю, чтобы 23-й год у вас прошел в любви. Главное, чтобы вы были здоровы. Это самое главное в жизни. И чтобы вы обязательно добивались всех поставленных целей. И 23-й год не мешал нам достигать наших целей, а наоборот, нам помогал. Это самое главное. Вот. Я вас безумно люблю. Огромное спасибо вам за просмотр. И я буду с вами прощаться. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok